Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов LikeFilm. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте ссылки в описании. Дэдпул 2. Отчаянный супергерой получил свои способности не сразу. Сперва ему довелось повоевать получить от врачей смертельный диагноз. Уэйд выжил и обрел суперсилу, но характер у него еще тот. Он спасает мир все как положено, защищает хороших, обижает плохих. Но к его стилю надо привыкнуть. Шутки на грани фола, бессмысленные авантюры, рискованные решения. Все это про него. Дэдпул 2016 года. Уэйд Уилсон, наемник. Будучи побочным продуктом программы вооруженных сил под названием Оружие Икс, Уилсон приобрел невероятную силу, проворство и способность к исцелению. Но страшной ценой. Его клеточная структура постоянно меняется, а здравомыслие сомнительно. Все, чего Уилсон хочет, это держаться на плаву в социально-выгребной яме. Но течение в ней слишком быстрое. Логан. Спустя много лет, постаревшему Логану предстоит вступить в бой против своего старого врага, угрожающего уничтожить его раз и навсегда. В этой жестокой и кровавой схватке Росомахе предстоит спасти близких ему людей и одержать победу над заклятым противником. Черепашки-ниндзя 2 Долгое время черепашки-ниндзя скрывались от людей в лабиринтах городской канализации. На протяжении нескольких лет учитель сплинтера обучал их боевым искусствам и прививал им чувство справедливости. В один прекрасный момент им пришлось подняться наверх, чтобы спасти Нью-Йорк от Шреддера, предводителя клана Футов, захватившего власть в Нью-Йорке. Вместе с отважным репортером Эйприл и ее оператором Верном, бесстрашные воины смогли одержать победу и очистить любимый город от преступности. Люди Икс. Дни минувшего будущего В недалеком будущем мутанты близки к истреблению, роботами-охотниками на мутантов, стражами. Единственная надежда для мутантов выжить – предотвращать череду роковых событий, предшествующих появлению стражей. С помощью своих способностей Китти Прайд перемещает сознание Росомахи в его молодое тело в 1973 год. В прошлом все оказывается не так радужно. Молодой профессор Икс окончательно разочарован в своих идеях. Магнеты содержатся в тюрьме глубоко под землей, а человечество не знает, как реагировать на широкое появление мутантов. Икс. Они – дети атомного века, сверхлюди, новое звено в цепи эволюции. Каждый из них был рожден в результате уникальной генетической мутации, наделившей их с детства необыкновенными способностями. В мире, где царят ненависть и предрассудки, мутанты – причудо науки и каприз природы. Этих изгоев ненавидят и боятся, те, кто не способен понять и принять их индивидуальность. И все же, несмотря на невежество и агрессивность масс, тысячи мутантов выживают. Под руководством профессора Чарльза Ксавье, телепата с мировым именем, одаренные ученики научились контролировать и управлять своими удивительными способностями в интересах человечества. Но не все мутанты разделяют взгляды профессора. Могущественный мутант Магнета, которому подвластны все металлы, собрал команду единомышленников. Он не верит, что люди и мутанты когда-либо смогут мирно сосуществовать. Они разработали план, чтобы осуществить захват власти над миром. И тогда только ученики профессора Ксавьера смогут защитить этот мир. Идеальное создание. 300 лет люди и вампири жили рядом. И вот однажды смертельный вирус из тайной правительственной лаборатории вырвался на свободу и заразил безумием одного вампира. Но это грозит привести к жестокой войне, кровавой бойне между людьми и вампирами, если полицейская Лили не остановит безумца. Пишите в комментариях, какие фильмы по вашему мнению стоит добавить и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok